Меня зовут Рик Реннер, пришло время заправиться. Сегодня 13 января, я читаю вам свою книгу «Драгоценные истины из греческого языка». Сегодняшняя глава называется «Что делать, если на душе тоскливо?». Как вы знаете, я пастор и уже много лет. По моим наблюдениям, когда люди отчаиваются, они перестают посещать церковь. Оглядывая собрание и заметив, что какой-то прихожанин уже давно не был на служении, я делаю один из трёх выводов. Либо человек сменил работу и уделяет ей всё внимание, либо человек уехал в отпуск, либо он болеет. Однако чаще всего прихожане начинают пропускать служение церкви по причине разочарования в чём-то очень важном. Само по себе это удивительно, ведь от отчаяния лучше всего оставаться в церкви. Туда ведь и нужно идти. Но зачастую мы слышим «Ой, не хочу, у меня нет настроения». И вместо того, чтобы доверить свои беды Господу, они твердят «Да я и так всё это уже знаю, я так от всего устал, не хочу никуда идти, никого слушать, лучше останусь сегодня дома». Почему? Идите к источнику вдохновения. Если это про вас или про того, кого вы знаете, ничего нового в этом нет. Все люди такие. На протяжении двух тысяч лет, впадая в уныние, люди перестают посещать церковь. По этой самой причине в Послании к евреям, 10 главе, 25 стихе написано «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Сегодня поговорим о выражении «не будем оставлять». Слушайте внимательно, это выражение интересное и весьма полезное. В греческом языке это одно слово из трёх частей. Обычно слова состоят из двух частей, но не это. Греческое слово «эката лейпоэнтес», состоящее из трёх частей. «Эк», «ката», «лейпоэнтес». Приставка «эк» и «кэ» означает «вне». Вторая приставка «ката» указывает на движение вниз. А корень «лейпа» переводится как «отставать». Отставать. Отставать настолько сильно, что начинает казаться, будто вы никогда не догоните. При составлении этих трёх частей вместе получилось сложное слово, которое переводится в нашей Библии выражением «не будем оставлять». О чём это говорит? Видя своё отставание, человек думает, что он с собой не справится, и Библия ему не поможет. Он не знает, как быть, его дух ослаб. Он лейпо, отстал. Тогда человек чувствует себя «ката». Чувствует себя подавленным. А когда верующий отстал и опустился, обычно они оказываются «эк», выпадают из строя, из общения с остальными. Друзья, как только вы начинаете отставать, вам сразу же необходима зарядка Божьим Словом, общение со святыми, хвала и поклонение, чтобы вас коснулась Божья сила и обновила Дух Святой. Наш стих можно пересказать следующим образом. Прислушайтесь. «Когда вы подавлены, когда унываете, считаете себя полным неудачником, тогда не отгораживайтесь от других верующих, как некоторые имеют привычку». Позвольте прочесть ещё раз. «Когда вы подавлены, когда унываетесь, считаете себя полным неудачником, тогда не отгораживайтесь от других верующих. Наоборот, стремитесь к другим верующим, и там вас ободрят». Не следуйте примеру некоторых. В искушении остаться позади церкви и опуститься на дно жизни, откуда трудно вернуться, бегите в Божье присутствие, чтобы вдохновиться. Как знать, а вдруг это будет тот самый момент, то служение, на котором вы получите долгожданное озарение Божьим Словом. Сегодня же обратитесь к Божьему Слову. Посетите общение верующих. Не оставляйте собрания вашего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова